С вами Борис Тенцер и программа «Контакт по понедельникам». Как поживаете? Как вы себя чувствуете? Первого мая. Вы чувствуете, что сегодня первое мая? По хорошей давней традиции сегодня надо собраться и куда-нибудь пойти с друзьями. Или маевка это будет завтра, да? А сегодня надо просто куда-то выйти и сказать какой-нибудь себе протест. Ну, с другой стороны, мы уже, конечно, стали забывать праздники, многие праздники, которые были в нашей прошлой жизни. Мы вообще многое стали забывать из нашей прошлой жизни. И поэтому первое мая, если мы с вами не выйдем на какую-нибудь очередную демонстрацию, я думаю, страшно не будет. Но вот то, что касается забывать. Эта мысль пришла мне, знаете, когда? Вот в конце прошлой недели мне довелось быть в Вашингтоне. Там собирались люди, которые ратовали, говорили о том, что надо сохранить русский язык у наших детей, надо сохранить знания русской культуры. И когда я возвращался обратно, я думаю, что еще разговор об этой встрече в Вашингтоне, которая была, в общем-то, интересна и стоит того, чтобы о ней говорить, это совершенно другой разговор, и мы еще к этому вернемся. Я приглашу еще в студию людей, которые там были. Но когда я возвращался обратно, у меня возникла другая мысль. Вот мы говорили о русском языке, мы говорили о русской культуре, мы, так сказать, ратовали о том, чтобы это не потерять. И в этом есть своя логика, безусловно. Особенно тех людей, для которых это все очень близко, и они переживают и хотят, чтобы это не потерялось в их детях. Но, с другой стороны, а ведь есть какие-то такие вещи, которые, ну, как бы внутри нас, то, что мы, по идее, должны были бы помнить. И вот одно из таких вещей, которых я вспомнил, видите, опять же, 1 мая, воспоминания, вот как бы то, что было в нашей жизни прошлое. Например, это местечко, это Штеттл. Вот я представил сразу такую первомайские демонстрации евреев, которые там с какими-то красными ленточками или еще с чем-нибудь выходили в своем Штеттле, в своем маленьком городке, выходили на какие-то там демонстрации, что-то такое там доказывали. А с другой стороны, они просто продолжали оставаться вот жителями этого Штеттла, этого маленького городка. Вот куда это все ушло? Вспоминает ли кто-то себя сегодня, как человека, который имел корни вот в этом небольшом местечке, и что он оттуда вынес? Язык, культуру, воспоминания, бороду. У нас сегодня прекрасный гость, я специально пригласил, Исаак Гурвиц, который, в общем-то, для которого слово «местечко», мне кажется, что-то значит. Поэтому, Исаак, добрый день, здравствуйте. Здравствуйте, добрый день. Спасибо, что вы сегодня в студии. Как вы считаете, вот вы себе представляете первомайскую демонстрацию в «местечке» в Штеттл? Это совместимо или нет? Во-первых, я не представляю, я просто помню. Первомайская демонстрация или демонстрация, которая была посещена 7 ноября, говорю, были такие демонстрации. Я помню одно единство до войны. До войны «местечко» жило в общем-то еврейской своей жизни. Вообще-то надо понять, что такое «местечко». «Местечко» – это запах особый. Штеттл. Что такое вообще «штеттл»? Штеттл – это «местечко», это «деревня», это «село», это «городок». Что это такое? Значит, происхождение «местечко» от польского слова «место», от «места», от «места», «местечко». Отсюда и «местечко» – это «местечко», из «местечко» человек. И отсюда русское слово «мещанин», человек, живущий в городе. Но «штеттл» что такое? А «штеттл» – то же самое, но это уже наидыш. Это «штеттл», который... Это перевод просто. Это свой иидыш. Я не знаю, происхождение «штеттл». Оно так и вошло, как «штеттл». А «местечко» – это уже русское название. И «мещ...» и «слово». Отсюда позже два нарицательных слова появилось уже при советской власти. «Местечковый». И все даже сейчас, многие стесняются. Я не вижу необходимости стесняться. Многие известные люди вышли из-за этого «местечко». То есть вы хотите сказать, что вы не стесняетесь? Я не стесняюсь слова «местечковый». А вы что? Вы «местечковый» или вы «изместечка»? Вы понимаете, в чем дело? В связи с тем, что стало нарицательным словом «местечковость». Но тот, кто чувствует... Я не чувствую нарицательного в этом понятии. Точно так, как и мещанин. Мещанин это было тоже. Обидели людей только из-за того, что они жили, что они мещане. Мещане называли людей, которые жили именно в городах. Местечки – это свой город. Они занимались и обслуживали сельские местности. Потому что кругом были села, и посередине было это вот место. Так оно исторически положилось. Если рассматривать местечки с точки зрения еврейского местечка, то оно же не с потолка свалилось. Понимаете, это тоже было постепенно организовалось. Ну, как бы организовалось. В каком смысле организовалось? После того, как люди стали освобождаться из гетто. Из гетто. Гетто появилось в 16 веке. В 1555 году. Вы это тоже помните? Я это тоже помню. Потому что, когда я оказался в Венеции, то я, естественно, пошел не сразу налево, перешел через этот мост. Я однажды даже там заблудился. А пошел прямо искать вот это гетто. И мне же интересно было посмотреть это гетто. Гетто по-итальянски – это всего-навсего подворье. То есть, это был литейный завод. Вот на этой территории литейного завода, потому что неоднократно принимались решения, чтобы евреи жили гетто. Но это не выполнялось. Папа Римский принимал, а все это уходило. И вот в 1555 году при очередном каких-то там свадьбе их всех собрали в мистерство. То есть, на подворье. Но, с другой стороны, им было и попроще. Подожди, а потом, это уже позже, они сообразили, потому что неоднократно обвиняли. Ну, и безопаснее было жить. И стало безопасно. Больше того, уже появились двери, эти двери. То есть, не двери, а ворота, которые закрывались. Потому что был случай, когда, ну, нянька, скажем так, которая следила, она крестила одного еврейского мальчика. И тогда возник конфликт, который его забрали от родителей. Это исторический факт. Понятно. Как происходит? Но мы с вами не забыли, куда мы двигаемся. Мы двигаемся от гетто к местечке, да? Вот после этого, несмотря на то, что где-то уже в 18-19 веке, которые и во Франции, и в Германии, они, в общем-то, получили уже свободу, становились немцами, становились французами, в этой части, в восточной части Европы, осталось, как и было. Свободу они не получили. А еще продолжало быть, особенно в России, в империи, в Российской империи, оставались эти местечки. Это своего рода гетто. То есть, это как бы одно место, где все сосредотачивались в Европе и жили спокойно, как бы, что там они все между собой. Да, но им только разрешили там жить. Тогда же был принят специальный закон. То есть, в Западной Европе не было местечек. То есть, понятие Штеттл как бы не смысл. Ну, почему? Когда было гетто, отсюда же появилось, забор же был, Ротшильд, отсюда же и Ротшильд. Да, да, это как бы... Больше того, местечко дало бы даже, даже многие как-то не задумываются, вы знаете, откуда высотные здания появились? Тоже из местечка. Потому что местечко запретили разрастаться. И поэтому они вынуждены расти вверх. То есть, Эмпараселл Билдинг – это вот место местечка, да? Нам уже не надо так утрировать. Но я говорю, что идея расти вверх тоже исходит из местечка. Потому что местечки... Вот есть вот это местечко... Поэтому многие архитекторы и евреи. Отсюда они должны были расти вверх, а расти вверх, вот так вот. Очень часто были всякие случаи, но вынуждены были расти вверх, потому что они разрастались. То есть, вы хотите сказать, что в этих местечках, штеттлах, больше было высотных домов? Вы мне затронули Германию, а ты мне затронул Германию, в тех городах, что-то не было. Там это немного по-другому. Там и другие дома были. Но исходя из этого, я могу сказать, что часть немецких евреев, которые оказались в нашем местечке после 30-летней войны, это тоже уже... Ну, я смогу сказать, застал местечко 100-летний, да. У нас сейчас уже 150 лет. Оно в 50-х годах сохранилось таким... Вы хорошо тоже сохранились со 150 лет. Вы хорошо выглядите. В 50-х годах это местечко... Ну, можно сказать, что в таким оно было 150 лет тому назад. В 50-х годах прошлого 20-го столетия, да? В 20-х столетия оно примерно осталось... Мы говорим об Украине. Да, на Украине, в том местечке, где я вырос, это местечко, которое фактически таким, каким мы его застали в 50-х годах, оно 100 лет. Не менялось, практически таким оно оставалось. Оно практически не менялось. Хотя бы там были, точно так, как мы знаем, на Западной Германии, когда выходят такие камни, именно местечко, в той части местечко, там были двухэтажные, трехэтажные, если можно назвать трехэтажные, по крайней мере, балконы, дома, все это осталось. А вот, когда мы говорим Штеттл, мы обязательно должны подразумевать язык Идыш, или это не обязательно? Это может быть и украинский, и русский? Сейчас мы как раз вернемся к тому, что вы начали. Значит, местечко, то местечко, которое я застал, все знали четыре языка. Четыре. Давайте их перечислим. Украинский. На Идыш, подожди. А, вы начнете с Идыш? Власть всегда говорила по-русски и при царе, и особенно при царе. И на Украине тоже. Считалось в порядке вещей. В райкомах везде это говорилось. Но это уже потом. Уже позже. Но и тогда говорилось только на русском. Между собой говорили на украинском. Украинцы. Еще раньше знали польский, потом их все меньше и меньше. Польский немного был. Уже в наше время практически польский там никто не знал. И всегда находился один человек, который знал немецкий, французский. А иврит вы не берете вообще? Мы не дошли. Но с Богом-то надо было разговаривать. Естественно, нормальный человек, который посещал синагогу. А синагог там было семь синагог. Почти в каждом местечке были от пяти до семи синагог. Семь синагог считалось обязательно, желательно. А почему? Почему так много синагог было? Я сейчас не помню. Я думаю, что это связано было с Иерусалимом на семи холмах. Да, я понимаю, но вот вы выходец из небольшого городка Черневцы, да? Да, да. Надо не путать город Черновцы, который областной, который очень много людей, которые приехали и везде, они из Черновиц. А вы нет, вы из Черневиц. Это маленький городок, да? Да. Это где? Это было в Винницкой области? Поэтому то между собой говорили, что мы из маленьких черновиц, хотя название и черневцы, и черновцы происходит от одного названия, от черных овец. А, черный овец, вот так, да? Такое объяснение. Понятно. Хорошо. Вот вы говорите, что вы застали, как бы, вот это вот местечко, которое в 50-х годах, которое, как бы, законсервировано было в течение какого-то времени. До 50-х годах оно было таким. То есть, 50-100 лет оно вот как-то... Оно таким. А скажите, это, конечно, и вид людей, это язык, это, как бы, вот вы говорите, что вы в 50-х годах застали это местечко. Это были, вы имеете в виду здания, или вы имеете в виду людей, как бы, взаимоотношения человеческие вот над видом? Местечко, тем, для того времени, оно же прожило несколько сот лет. Оно прожило, потому что оно могло самостоятельно жить. Понимаете, что местечко? Местечко – это все там есть. Сапожники, которые вам шашут, сапоги, портные, красильщики, ковали, как там говорили, это кузнецы. То есть, не надо было даже привозить никаких товаров? Все, что угодно, ничего. Когда появилась газированная вода, то лучшая газированная вода, все хвалились, была у нас. Это потребность, необходимость. И можно было, не выезжая из местечко, там были кожевники, люди, которые делали кожу. Там была красильная, больше того, там даже был человек, который занимался аж трикдрейером. Это человек, который веревки делал, а не только веревки делал. Специалист по веревкам. А что нужно, не только, они делали такую ткань из льна, из этого, все это делали. Все эти люди, каждый занимался своим делом и жили. А кого обслуживали, обслуживали, естественно, селы, которые, кроме того, все приходили в местечко. Потому что вот и происходил этот товарообмен. А вот скажите, а вокруг селах жили люди украинцы? В основном украинцы, были слуги. А вот как они относились к вот этим производителям товара, которые жили в местечках, к евреям? Ну, на Украине, вы понимаете, в чем дело? Они были благодарны им, как специалистам, что они хорошую веревку делают? Подожди, делал неблагодарность. Дело, вы как-то поднимаете вопрос, что они в том направлении. Надо жить. На Украине надо жить. Так получилось, что город, местечко жили евреи. Так? Были разные местечки. Были местечки, где просто в центре эта улица мести, а потом вокруг этой улицы жили украинцы. Там были и русские селы тоже, так называемые Кацапы. Это из, когда их выставили, точно не помню, кто их филипповцев, кто их, это уже при Екатерине II. И это были русские села, которые жили русской жизнью и тоже приходили в местечко, имели контакты. Очень богатые, хорошие села. То есть, местечко это был такой, как бы, производственный центр? Это производственный центр. Да, точно так, как сейчас строят в Израиле какие-то городки такие. Да, которые приезжают туда работать. Но вы задали, я хочу как раз напомнить то по поводу 1 мая. Значит, до войны, до войны, вы представляете, местечко, красное знамя с буквами, с еврейскими буквами, и написано Дерштерн. Это был колхоз. Был это архель, который уже после войны превратился уже в зарю, заря. И колхоз, который назывался еврейский крестьянин, Доридаша понял. Поэтому эти знамена я еще и помню. Были знамена, это было только один раз. А где вот эти лапсардаки, все эти черные? Это все уже ушло? Почему? Нет, нет, нет. Значит, дело в том, что если бы сейчас, если бы это все было заснято, вы увидели, что каждый человек это личность. Там каждый отличался. Если ты говорил, что это Арки, что это Арон Горец, или ты сказал, что это Мэйр Гайсен, это совершенно разные люди, по-разному одевались. Это какой-то особый человек. А чем это объяснить? То есть люди как бы считали... Это сейчас мы все похожи друг на друга. Все в джинсах, все в костюмах. А тогда каждый имел свое лицо. Он занимался вином, он был винодел. Это надо было... Если он занимался вином, так он знал, что это за вино. Но... И он выглядел как винодел? Нет, он не выглядел, но это... Масса есть нас. Но одежда была разная у людей. Я постараюсь тебе еще... Да, я сейчас постараюсь ответить еще на один вопрос. Что такое местечко? Это союз родственников. Вот вы, Николай, задумались над этим. То есть все как бы были связаны? Я взрослый, ну посмотри, я раз пять ступенек поднялся, с левой стороны я живу, направо живет тетя, то есть родная сестра моего деда. Через дом живет родная сестра мужа этой тети. Через три-четыре дома живут дети вот этого человека. Туда на той улице живет родная сестра моего дела. Это помогало жить или это мешало жить? Это не мешало. Поэтому была такая близость. Отсюда происходит эта близость, общность. Да, интересно. А вот люди, которые сейчас живут... Я извиняюсь, потому что это все взаимосвязано. И вот, коль уже сегодня 1 мая, я еще и помню первую маевку. И очень хорошую маевку, которые выезжали в Моевский лес, это 10 километров от нас, где собрались с одной стороны, приехали из местечка, привезли газированную воду, вино, естественно, из-за этого пили водку. Но это все до пределок нормально. Но я помню, вот это именно дружественное такое хорошее взаимоотношение между местечком и этим селом, если можно так назвать. Хотя там был сахарный завод в одном и другом. Оттуда, собственно говоря, между прочим, движение евреев идет с юга. Движение, вот как это потом оказалось, это местечко было где-то создано, по крайней мере, если в 640-м был построен костюм, так я думаю, что это местечко было где-то... Первые появились где-то тоже в 16-16 век. А вот местечко, из которого вышли вы, черновцы, черневцы, оно старое? Оно имеет какую-то старую такую историю? Сейчас он имеет вообще такой вид, что это даже страшное показывает. У нас есть несколько заснятостей. Нет, я понимаю, но вообще история давняя, 100, 200, 300... Ну, 500 лет. А, 500 лет, да, 500 лет. Даже отмечали, там, больше отмечали, но я имею в виду, с точки зрения, местечко это где-то... И что, вот где-нибудь 300 лет тому назад там жили только еврейское население в большинстве? Ну, почему только еврейское население? Ну, не только еврейское население, но вот это место, а за рекой жило украинское население, польское население. Оно просто изменилось. Скажем, в 18-19 веке, значит, когда при разделе Польши, это какой год? Раздел Польши, это, дай бог помните, сколько? 200 лет, я сейчас не хочу ошибиться. Точно, значит, при последнем разделе Польши, естественно, это все перешло, а до этого были литовцы, потом поляки, естественно, что в этом районе, вдоль Днестра и между Днестром и Югом... Это вы имеете в виду, когда вот эта часть еврейская подошла к русской империи, да? Ну, да, значит, там, поэтому там и фамилии такие, Ясинские, полно же фамилий польские. Больше того, некоторые даже говорили, то мы же не украинцы, то вы знаете, мы пляки, мы же ходим до косил. Понятно, надо только... Скажите, а вот многие люди, которые приехали в Америку, да, ну, скажем так, люди уже в возрасте, это люди, которые в большинстве выходцы из небольшого городка. Вот мои родители, они тоже жили там на Украине, в небольшом таком городке. Ну, вот мой дедушка, папа, уже похоронены даже на этих же кладбищах в Черноцах. То есть, практически мы все вышли вот из этих маленьких местечек. А много ли людей, ну, я знаю, помнят эту историю, как-то хранят это, передают. Вот сегодня молодой человек, живущий в Америке, заканчивающий колледж, или уже работающий, или учащийся в школе, он знает что-либо о том, что вот когда-то его предки жили в местечке? Я не могу говорить за всех, но могу тебе сказать, могу сказать, что американцы знают, а собственная масса американских евреев – это выходцы из Украины, из Белоруссии. Это те… Дело в том, что после, заставляешь мне говорить о том, после Богданной Кимии, после событий с Богданной Кимии, оставалось где-то 30 тысяч всего евреев. Значит, значит, это где-то тысячи… Значит, это какой, 16-й, 17-й, это 17-й век, потом еще была Калиевчая. Но, тем не менее, после этого, после присоединения, казалось, новой уже из польских евреев, это все вот это местечко, это польские, немецкие, из Германии, из испанских евреев, это все все. А вот вы говорите, что американцы больше знают, как бы больше интересуются, знают… Ну, они просто изучают и знают. Сейчас так получилось, что поколение не интересуется, вы ничего не будете делать. Ничего нельзя у вас ничего сделать, кто-то интересуется, кто-то интересуется. А нужно ли это вообще? По большому счету, значит, нужно. Да, может быть, смотрите, они сейчас в Америке, они живут американской жизнью. Дай бог, что вы не знали гражданскую войну в Америке. Ну, все знают хорошо американскую историю, тоже не знают американскую историю, тоже единицы знают американскую историю. Значит, кто-то знает больше, кто-то знает меньше. А как вы думаете, нужно им знать историю местечко? Нужно знать. А для чего? Во-первых, у многих есть потребность знать. Откуда же он появился, откуда он взялся? Естественно. Ну, это какая-то потребность. Я был маленьким, так я помню, что я у дедушка спросил. Дедушка, а у тебя был дедушка? Он говорит, конечно, у меня был дедушка. И мне, говорит, моего дедушка, то есть дедушка моего, его дедушка, назван, говорит, ты. А вот именем моего отца, то есть отца-деда, назван твой папа. А вот то, что вы названы были в честь дедушки, вот вы узнали для вас. Я был в честь прадедушки. В прадедушки, да. Это как-то вот для вас что-то значило? Значило. Потому что я даже знал, что этого дедушка звали Эцегдер Кассир. Естественно, возникает вопрос, почему его называли Кассир? Почему прозвище был Кассир? Значит, опять вопросы должен задать дедушка, почему он был Кассиром? И тут выясняют, что в это время начали строить сахарные заводы, и ему доверили. Ведь сахарные, это сейчас на машинах привозят, все это свекло. А тогда надо было фурм или подводами. И за каждую надо было считать. Это должен был человек, потому что 50 крестьян, 50 человек возят эту свеклу. И каждому надо не обсчитать. Всего-навсего надо было дать копейку за один привоз. Но он должен был знать, что он в этот день сделал все-таки 10 съездок. И это вот доверили ему? Это доверили, и он был, получается, посередине между... Ему доверяли, значит, он должен был отчитываться. И в то же время, чтобы не обмануть там на одну поездку. А вот как вы это узнали? Так я же не говорю, что я спросил у деда. А, дед рассказал вам всю эту историю, да? Потом ты начинаешь интересоваться. Если дед говорит, что его дед, что его дед, который звали... Ну, именем моего отца, отец был назван Лёва, Лев. Он был Лейб, поймал, от слова поймать. Если он мне говорит, так естественно возникает вопрос, почему его поймали? Когда становишься старше, начинаешь копаться. Тогда ты знаешь, что в 1823 году был изданный указ на 25 лет забирали еврейских мальчиков служить в армию. Вот у него прозвище, его поймали, но они смогли его отбить. Там свои дела-то можно было. Иногда вовремя откупиться можно было сделать или откупиться, или от их ловили же тоже определенные люди. Вот за ним пошла кличка. Ему было то ли 13, то ли 14 лет, когда его поймали. Ну, естественно, тогда ты уже спрашиваешь, кто был его отец. И так далее. Я тебе обещал, что вот, фамилия тоже определяет, откуда человек вышел. Даже местечко может определить, какое местечко, или просто? Нет. Во крайней мере, фамилия... Вот если разделить фамилии, еврейские фамилии, то у нас есть, можно сказать, ну, несколько как бы. Но никто не сомневается, откуда появились левин, левит, каганы. Все понимают, что это каганы, левиты. Но появилось так, что... Дело в том, что евреи сопротивлялись, не хотели брать фамилии. По разной причине. Таким образом, они сохраняли, что ты был сын льва, сын Давида, сын того-то. И таким образом оставалась память. Даже для меня это дошло. Я могу сейчас до седьмого, до восьмого поколения, могу сказать. То есть, я могу дойти до 1799 года. Но я могу предположить, что мой, значит, прадед оказался здесь, из Турции. Потому что в 1799 году только юг Украины был освобожден, так называемый, от турецкого ига. Как там говорили. То есть, турки отступили. Это было в 1789 году. А вообще была традиция в местечках у людей писать историю или записывать историю своей семьи? Вести хронику какую-нибудь? Было. У нас даже было. Дед все-таки что-то сделал. Но так как появилась война, и у нас почти вся... У него была очень богатая библиотека. Дело. И эти все книги практически уже после войны, я уже их практически не видел. Там оставалось очень-очень мало. Но для висечка, могу тебе сказать, я помню эту синюю, голубую обложку книги Лермонтова. Знаешь, такая толстая. Или Пушкина. Все это. Это же очень дорогие книги. Не считай, что там у него была история евреев. Греция, естественно. Дубнова, может быть? Дубнова. Дубнов – это позже. И Дубнова. Греция считалась. И сейчас она считается. Сейчас масса других уже написано. Истории написано. Написано и на английском языке. Много. Сейчас уже масса материала обновилась. Тем не менее, Греция была первая. Солидная. Были семьи, еврейские семьи, которые вели свою хронику какую-то, записывали? Или это не было развито? Я не могу сказать. Это было. Вот в вашем местечке, в членовцах. Было. Не было? Мне уже ничего не досталось. Это я все, так сказать, словесно пытаюсь что-то сделать. Но это очень-очень сложно. Это все делать. Но, в принципе, в связи с тем, что все друг друга знают, все друг друга родственника, если ты приезжаешь, то не проходите мимо. Вы должны подняться. И каждый тебе должен или пивом угостить, или вино, или еще дать тебе покушать. Это была такая традиция, да? Традиция местечка. Я говорю, как это так? Ты прошел мимо меня и не зашел ко мне? Я говорю, я не могу. Я только сейчас был у тети Хана. Там было вот это. Нет, ты должен зайти. Это обязательно. Отсюда же та обществ, которая потеряна. Откуда она потеряна, эта обществ? Да, очень интересная такая мысль. Это обществ потеряна из-за того, что нет этого контакта. Мы разговариваем по телефону в основном. Телефонные разговоры. Хорошо. Уважаемые телезрители, мы сделаем сейчас небольшой перерыв. И затем я бы хотел, чтобы вы тоже участвовали в этом разговоре. Наверняка очень многие вас помнят свое местечко, помнят о том, как жила семья, из которой вы вышли. Может быть, какие-то интересные такие истории. А может быть, какие-то у вас есть просто идеи, предложения, как это все, может быть, сохранить, передать следующим поколениям. Но действительно, сегодня многие молодые люди совершенно себя не идентифицируют и с евреем, и с выходцами из какого-то местечка, и с человеком, который имеет большую и очень интересную историю. Так что посмотрите рекламу, а потом будут телефоны, и вы будете участвовать с нами в передаче. Реклама. Реклама. Вас приглашает ресторан «Националь». Уютная атмосфера, изысканная кухня, новый интерьер, новое шоу, старая добрая репутация. Реклама. 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 Ресторан «Националь» – это старая добрая репутация. С вами Борис Тенцер и мы продолжаем нашу передачу «Контакт по понедельникам». У нас сегодня в гостях Исаак Гурвиц и мы говорим о местечке, о Штетле. А вот как бы отправной точкой этого разговора стало то, что сегодня 1 мая и такое ностальгическое воспоминание о том, что когда-то выходили с красными лентами на демонстрации, на какие-то там маевки ездили. Вот это все как бы ностальгическое такое воспоминание, даже я многие какие-то моменты помню. И подтолкнуло к разговору и желанию сегодня поговорить о том, а что же собой представляло вот это местечко и Штетл, что мы помним об этом, что мы знаем об этом и вообще надо ли нам это помнить, надо ли нам это знать. Сейчас я попрошу, чтобы на экране ваших телевизоров появился номер телефона, по которому вы можете позвонить и участвовать тоже в передаче. Хотелось бы услышать, помните ли вы свое местечко, считаете ли вы что-то интересного из той жизни, или вы, как говорится, слава богу, что уже все позади, и думаете ли вы, что надо что-то такое сохранить? Как вот я уже говорил, пытаются сохранить русский язык, историю русской культуры, несмотря на то, что живем мы в Америке. А вот историю и культуру вот этого местечка, вот этой вот какой-то такой задушевности, вот какой-то такой общности, о которой мы только что говорили, насколько это важно сегодня для нас. Скажите, Исаак, вот мы как раз заговорили о том, что проходя мимо, нельзя было пройти мимо. Надо обязательно было зайти в гости, и это было считалось само собой разумеется. А вот сейчас, когда вы проходите мимо этого большого какого-нибудь здания, вы считаете необходимым зайти? Или как вы считаете? Или вам скажут, что ты пришел и не предупредил? Ну, так здесь так и скажут тебе. Но в Израиле эта традиция осталась. Я когда был, ну как уже сейчас, последний раз я был давно, лет 6-8 уже даже лет, но это в порядке вещей. В Израиле тоже можно зайти, вот так зайти. В Израиле мало того, когда люди приезжают в Израиль, они обязательно, они обижают всех гостей, всех своих родственников. Вот это осталось. Они потом, правда, мучаются и говорят, ну слушай, ну невозможно, я не видел Израиля, я видел только столы, 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 столы. Вот недавно я разговаривал с моим товарищем, он говорит, и он мне все рассказывает. Вот я вчера разговаривал с этим, с этим, с этим, вот мы говорили, все то-другое. Я вчера был зашел туда, то есть невозможно мне зайти. Ну, и получилось так, что многие, которые оказались в Израиле, они живут рядом, 3-4 семьи живут в одном городе, 3-4 семьи в другом городе. Это помогает психологически? Думаю, что да, это бесспорно психологически. То есть ты ощущаешь, то есть они приехали, получилось, что они живут другой жизнью, той жизнью государства, который совершенно имеет, как говорится, все по-другому, но тем не менее он ощущает, это же очень важно. Если речь идет о 150, о 180 семей, которые знают друг друга, не просто знают, а те знают других, даже большой круг людей втянут. Ну, вот вы один из создателей организации выходцев из Черневцов, да? Ну, Черневцы, да. Черневцы, да. Черневцы, я извиняюсь, Черневцы по-украински. Черневцы, окей. Черневцы. Скажите, вам легко было собрать людей? Когда? Ну, давно. Знаете... И чем изменилось оно сейчас? А, ну, это, значит, что я могу тебе сказать? Значит, идея собрать людей возникла уже в Москве, когда перебралось все больше и больше людей в Москву и в другие города. И впервые эта идея оказалась примерно, могу тебе сказать, после армии. Где-то 56-й, где-то 59-й год. А раньше нельзя было, может быть, даже? Может быть, Сталин вообще... Нет, это возникла идея. Знаешь, люди приезжают, ты же никого не знаешь. И вдруг я хожу, скажем, по Малой Красносельской и встречаю Исаака Карамлеткаря, сейчас живет в Израиле. Сейчас, одну секундочку, мы давайте будем с вами говорить и в перемешку брать звонки. Рита Миннеаполь, здравствуйте, Рита, вы с нами в студии. Здравствуйте. Ваша сегодняшняя передача затронула самые дорогие мои воспоминания о моем детстве. Да-да, очень приятно. Вот я подозреваю, что ваш гость все-таки должен был жить в Румынии тоже, если это так, может быть, и не так. Румыния не совсем. Дело в том, что Бессарабия и Буковина, она была румынской до 40-го года. В 40-м году мне было 14 лет, и я помню эту жизнь. Вот вы спрашивали, почему много синагог было в Штетле. Потому что они были как бы разделены по профессиям. У нас, например, был Де Экершил, Де Шнадершершил, Де Бушершил. Это были те, которые были приверженцы раба из Бухуш, из Румынии и так далее. Но я хочу сказать о том, что превратное понятие о том, что Штетл – это что-то отсталое. Я вспоминаю, какая у нас была библиотека, какие мероприятия проводились. Работились суды о прочитанных книгах, где выступали как бы от общественности судья, прокурор и так далее. И люди принимали очень... Был еврейский театр, который был на правах общественных. То есть жизнь была очень интересная. Рита, у меня к вам вопрос. Да. У вас есть дети, внуки? Да, конечно. А вот ваши внуки знают что-нибудь, понятие такое, что такое Штетл? Безусловно. Мы очень много рассказываем. На всех наших... Мы все праздники, основные наши еврейские праздники, мы празднуем всей семьей вместе. У меня здесь сестра. И мы все вместе празднуем. И мы всегда говорим о прошлом. Потому что прошлое в нас. И люди, у которых нет корней, и забывают свои корни, у них нет будущего. Поэтому обязательно мы это делаем. И ваши внуки, я не буду говорить о детях уже, они поведены, дети у вас тоже, люди уже, наверное, как бы в определенном возрасте. А вот ваши внуки, они с интересом это слушают? Внуки, правнуки? Вы знаете, да, да, слушают с интересом и всегда задают очень интересные вопросы, которые иногда ставят нас в тупик. Так что интерес к этому, безусловно, есть. К сожалению, язык потерян. Ни мои дети, ни внуки, и наидыш уже не разговаривают. А вы считаете, это большая основная часть вот этого истории Штетла, да? Во-первых, я считаю, что они обделены тем, что они не могут приобщиться к этой литературе, к этому богатству, которое у нас есть именно в этом языке. И перевод никогда не может дать... А вы читаете наидыш? Да, я читаю. И даже сейчас продолжаете это делать? Да. Ну, не столько, сколько раньше, я теперь больше на английском уже приятно. С какого местечка? А с какого местечка вот... С какого местечка? Местечко называлось Хэмчэшт. Хэмчэшт? Хэмчэшт, это 36 километров от Кишинева. Ага. А, так это на правом берегу Днестрады, да. А мы были на левом, это была старая игра, и мы жили... Понятно. Хорошо, Рита, большое спасибо, ваш очень хороший звонок и очень хороший голос у вас. Спасибо большое. Спасибо. Смотрите, значит, все-таки есть семьи, да, где как бы собираются люди... Но это же невозможно. Это невозможно каким-то приказным. Язык потери... А вот нельзя, кстати, создать съезд местечка. Можно все создать. Кстати, я пытался это все... Один раз я сделал. Я сделал собрать... Это было собрано лет... У меня даже остался список этих людей, которые пришли из этой эрии, можно сказать, этого района. Вы пытались создать вот такой вот съезд местечки или как? Местечковый съезд? Ну, там был, да, местечковый... Вот видите, как ты уже... Ну, это я, если я не пошучу, так как... Ну, 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 меня-то не волнует, меня-то... Слишком серьезно. Я не пережил. Я еще раз говорю, что это именно прессоветская власть. Именно советская власть смогла это внедрить отрицательное... Точно так, как кмещанство отрицательное. Что думает Фира из Нью-Йорка? Здравствуйте, Фира. Алло. Да-да, вы с нами в студии. Здравствуйте. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, вы в студии. Здравствуйте. Добрый день, добрый. Меня зовут Фира. Я сама выходец из маленьких черновцов. А, вот из этих черновцов, которые... Да, из маленьких черновцов. Большое-большое вам спасибо за такую хорошую передачу. Спасибо вам, что вы из маленьких черновцов. Да, говорите про нас. Мой дедушка, может быть, Исаак Гурвиц знает, был Йосу Гельман, портной. Портной, Йосу Гельман. Да, в Гельмане там ноги были портной. А Исаак Каренблит? Да. А Исаак Каренблит, это мой дядя. Очень хорошо. А скажите, пожалуйста, Фира, вот Исаак только что рассказывал, что он сделал, как бы, один из создателей общества или как землячества. Вы входите в это землячество? Вы собираетесь раз в году, там где-то у памятника, да, или там в ресторане, или где-то... Вообще, вы поддерживаете отношения со своими земляками? Да, я поддерживаю отношения с моими земляками. А вот ваши дети, у вас есть дети? Да, у меня есть дети. И внуки? Да, они, к сожалению, не поддерживают. Они знают все о Черновцах, но не поддерживают. Почему? Они заняты, они... Заняты на работе, заняты, но они все знают о Черновцах, абсолютно все. Потому что все воспоминания, какие разговоры бы у нас не начинались в доме, я сразу начинаю говорить о Черновцах. А, да? А почему? Это самое приятное воспоминание, да? Да, это ностальгия или что это? Да, там были очень хорошие люди. Очень... А что, сейчас таких людей нету? Ну, да, да, да. Что? Что да? Нет таких людей? Это было веселое село очень. Ну, почему нету? Там есть такие люди, но это было все совсем по-другому. То есть вы хотите сказать, что вот в большом городе это создать, вот эту атмосферу невозможно, да? Нет. А вот в маленьком американском городке, в маленьком местечке, ну, например, я не знаю, Ферлоунг какой-нибудь, или там еще какой-нибудь, недалеко здесь есть еще какие-то городки. Там есть такая атмосфера? Как вы думаете, можно это создать или нет? Где вы сейчас живете в Нью-Йорке? Мы живем в Бруклине. В Бруклине. Да, да. Ну, и вы выходите часто в гости к своим знакомым? Да. Или для этого надо позвонить вначале? Да, да, да. Хожу к нашим черновчанам, да. Вашим черновчанам. Хорошо, Фира, большое спасибо. Спасибо, всего хорошего. Большое спасибо. Итак, мы говорили о съезде, о встрече людей, которые бы вместе, так сказать, подумали о том, а что такое местечко и как сохранить вот этот дух, дух местечко. Я все пытаюсь, вы знаете, вот направить вот в таком направлении, что мы как-то живем сейчас психологически зачастую сами по себе. Вот подняться сейчас, выпить рюмку, ну хорошо, не рюмку, сесть в Гефелтефиш или там еще что-нибудь. Вот просто так очень сложно. Все замотаны, закручены. А действительно ли мы замотаны, закрутаны настолько, что нас не хватает пригласить кого-то зайти? Дело в том, что всегда тяжело собрать людей. Тяжело собрать людей, надо сидеть на телефоне. Каждый человек говорит, давай мы доживем еще до этого дня. Но тем не менее, вот последние, когда и в этом году была все-таки 38-я встреча, то есть уже 38-й год ежегодно. 38-я встреча была. Хотя можно сказать, что в прошлом году даже и две были встречи, потому что когда мы открыли камень, естественно, была встреча при открытии. И было ежегодно, которые всегда собираются, после этого идут в ресторан. В еврейский. Вы ели в Гефелтефиш в этот день? Ну, ели сейчас везде во всех ресторанах. А, да, есть. Хорошо, тогда мы послушаем Володю. Владимир из Лос-Анджелеса. Здравствуйте, Владимир. Добрый день. Как там у вас погода на том побережье? Все нормально? Сегодня пасмурно. Пасмурно. Вот видите, а у нас солнечно. Да, Владимир, слушаем вас. У меня будет такой вопрос. Значит, я уже не молодой человек, я уже 80. А голос хороший у вас? Да. Голос у меня хороший. И у меня такой вопрос. Штеттелл – это чисто еврейское название. Это первое. Второе. Какая разница между Штеттеллом, у меня нет понятия, какая разница между Штеттеллом и селом? В чем разница село или Штеттеллом? Хорошо. Хорошо. А скажите, пожалуйста, тогда уж, коль вы с нами в студии, так я могу тоже у вас кое-что спросить. Да. Ваши дети, внуки, у вас есть внуки? У меня есть правнуки. У вас есть правнуки. В добрый час. Дай бог, чтобы их было больше и дальше. Они знают такое слово Штеттелл? Они слышали, но знать никто не знает из них. Никто не знает. Почему? Нету времени? Они не имеют представление, что такое Штеттелло. Они имеют представление, что такое село, потому что они... В городе, они городские. На работу ездили в село, но в деревне говорили. А что такое Штеттелло, они слыхали из песен, из каких-то слов. А у вас часто звучит еврейская музыка в доме? А? В доме у вас включается еврейская кассета, еврейская музыка, песни звучат у вас? Как в принципе нет, но у меня есть записи. Понятно. Ну, хорошо. Спасибо, Владимир. Сейчас мы попробуем разобраться со селом и Штеттлом. Насколько я знаю, Штеттл это городок? Это не село? Нет. Теперь давайте вы. Ну, во-первых, там, где жили евреи, они жили всегда в центре. В тех больших, которые уже даже большой город, скажем, большой город. Для 19 века большой город, сколько там было в большом городе? Всего-то было несколько тысяч человек. Десятки тысяч человек появились уже позже, уже в 20 веке. То есть, то, что сегодня можно сказать село, тогда это был город? Нет, но в любых случаях село, это село, которое занимается только сельским хозяйством. А, вот так. И нужен был центр, мещане. Вот откуда появились мещане. То есть, Штеттл это вот этот вот центр? Это и есть этот центр. Но так как в центре жили евреи, вот это слово и появилось на еде Штеттл. Все понятно. А уже вокруг них. Я думаю, что Володя теперь уже ответит своим правилам. А Володя до этого не знал. Хорошо. Но он городской человек. У нас есть следующий звонок, и это звонок из Вашингтона. Юлий. Здравствуйте, Юлий. Вы с нами в студии. Здравствуйте, Исак. Я занимаюсь русским языком. У меня музей русской поэзии. Но по еврейским делам. Вот у нашей семьи возникла в свое время удивительная вещь, о чем Исак говорил. Как раз мои дети проявили интерес даже больше к корням, чем даже я. С этим было связано, что в институте, в котором они учились в Москве, в Мирите, было много евреев, и они даже в виде демонстрации иногда ходили в синагогу на празднике. Да, да, да. Одну минутку. Какие это годы? Давайте начнем. Это годы 70-е. Угу. 70-е, 80-е. А вот сейчас ваши дети здесь с вами вместе в Америке? Да, они здесь, они здесь. Я сейчас вам все скажу. Да, да, пожалуйста. И когда они оба, у меня сын и дочь, дочь и сын, и когда они женились, каждый из них поехал прежде всего в это местечко. Мамино местечко. Обязательно. Я с женой поехал позже. Они съездили сначала в местечко. И потом мы стали маму мою из местечко расспрашивать, и мы записали пять кассет ее воспоминаний о своей жизни и прежде всего о местечке. И теперь мой сын занимается генеалогией. Он запрашивает какие-то архивы в Риге. Мы ездили в Израиль, мы спрашивали у всех родственников, кто чего помнит и так далее. А я пишу каждой его клеточке какие-то свои воспоминания. Но внуки тоже слушают, но меньше интереса. То есть в каждой семье может кто-то быть, у кого повышенные интересы, и этим можно заниматься. Есть архивы, есть даже в Нью-Йорке специальный консультативный совет, где можно получить какие-то методические советы и так далее. Как это собрать, да? Да. Понятно. Хорошо, прекрасно. Я хотел спросить, это у вас клуб есть? Это вы создали какой-то клуб или нет? Да, у меня не клуб, а в Узии русской поэзии, где есть еврейский отдел. То есть на Идах... У меня где-то есть ваш телефон. Пушкин был переведен на иностранный язык, на первый язык, на который Пушкин был переведен, это был Идах в середине 19 века. Интересно, как много людей, русских людей знает об этом? О том, что Пушкин был первым иностранным языком, на котором Пушкин заговорил, был Идах? Нет, практически они не знают. Дело в том, что Пушкин изучал иврит, есть фотографии у меня, пушкинская страничка и алфавит ивритский. Я знаю, что Лев Толстой изучал иврит, чтобы в подлиннике читать Тару. Да. Это я знаю. Пушкин... Эту историю мне рассказал замечательный еврейский поэт Хайм Бейдер, который описал это, и это опубликованная история, и мне он подарил эти публикации. Хорошо, Юрий, большое спасибо. Он впервые... Вас чувствуется очень много интересного. Мы еще с вами не раз поговорим. Пушкин впервые встретился с евреями в Кишиневе. Правда, он там шутлив, он к этому относился очень. Но в Черновцы Пушкин не заезжал. Не заезжал. Не заезжал. То есть, вы его не принимаете в свое, как бы... Почему? Можно принять. Мы же не знаем, кто его предки. Мы знаем, что он эфиопы. Эфиопы тоже семиты. Так, а может быть... Хорошо, Исаак. Это все шутки, конечно. Но, с другой стороны, скажите, а есть необходимость, вот действительно, вот как-то, я не знаю, какого-то такого объединения, изучения? Или это все уже, вот вы считаете, среди русскоязычных? Я не говорю про американцев сейчас. Мы, как бы, давайте будем касаться... Вот вам Юлия сказала о том. Люди, которые выросли в городах, они быстрее потеряли связь с поколением. Но, вот видите, подрастают люди, хотят узнать, откуда он все-таки вырос. И поэтому Юлия Будыча, я не знаю, откуда он, где он там жил в городе в каком-то большом, в Москве, в Ленинграде, его тело не имеет этого значения. А дети, МИИД вообще считался еврейским институтом. Когда не брали, не брали в институт... Другие, но МИИД брали. Понятно. У нас еще есть звонок один. Еще один у нас есть звонок, на котором мы, по-видимому, это будет последний. Да, у нас кто? Давид, да? Давид из Нью-Йорка. Здравствуйте, Давид. Но я хочу... Добрый день, здравствуйте. Я хочу извиниться, у вас есть 30 секунд, чтобы задать вас... Очень быстро буду говорить. Да, пожалуйста. Вас, я, Борис, знаю, как и все многие, меня-то вы не знаете. Я проработал всю свою жизнь на железнодорожном транспорте. Мне скоро уже будет 92 года. Молодец. Вот я готовил железнодорожников, профессионалов, машинистов дежурных по станции, проводников международного учреждения. Да, очень прекрасно. Останавливал училища после войны, работал после войны. Во время войны на Урале. Ну, с вами надо отдельно разговаривать, Давид. На 1 мая мы ходили с троем, всем училищем, в форменной одежде. Еврейской? Нет. Я по-еврейски хорошо говорю, не беспокойтесь. Да, я... Если я вам скажу, что я родился 1 января 1915 года, я много видел, работаю на железной дороге, и бомбы над моей головой, все, я знал. Давид, если вам не сложно, я бы попрошу вас еще раз перезвонить и оставить телефон номер. Я с вами с удовольствием пообщаюсь, и может быть, мы с вами как бы продолжим наш разговор. Так что, а сейчас просто уже наше время подходит к концу. Большое спасибо, что вы позвонили, и будьте добры, перезвоните, поставьте свой телефон. Исаак, все праздники не только заканчиваются, но и они дают повод нам поговорить о чем-то. Вот видите, казалось бы, 1 мая, но никак оно не связано ни с чем. А у нас с вами возник разговор, который мы сегодня и продолжили здесь, о маленьком городке, о маленьком местечке, о маленьком Штетле. Поэтому я думаю, что главное, чтобы было желание, а повод поговорить об этом, вернуться к этому, к нашим корням, к нашей истории, всегда можно найти. То ли это 1 мая, то ли это 7 ноября, то ли это пасхальные или какие-нибудь другие религиозные праздники. Так что большое вам спасибо за то, что вы сегодня в студии и дали мне такую приятную возможность вместе с вами провести этот разговор. И большое спасибо вам, уважаемые телезрители, за то, что вы не пошли сегодня утром на демонстрацию 1 мая, а сели к телевизору и вместе с вами провели эту передачу «Контакт по понедельникам». Я надеюсь, что мы еще не однажды с вами проведем это интересно и на самые разные темы. А был с вами Борис Тенцер. Всего хорошего. Субтитры подогнал «Симон»! Стала ездить в институт на машине. Что такое для инвалида на коляске машина? Это его ноги. Нравится мне ездить на машине. Обожаю я ехать. Когда я села на коляску, мне, видимо, не хватало движения. Я как бы понимала, что я очень медленно двигаюсь на коляске. Мне хотелось на чем-то двигаться гораздо быстрее. Когда едешь, значит, ты двигаешься. Ты понимаешь, что ты двигаешься. Двигаешься так же, как другие. Просто ты живешь в ногу, так скажем, со временем. А это очень важно, жить в ногу со временем. Не отставать ни на одну секундочку. А каждая секундочка для Женьки – это приближение к заветной цели – участию в Паралимпийских играх 2008 года. Надломленный цветок – изгой среди букета. Его сначала усиленно прячут, делают незаметным. А он всякий раз норовит выскочить, показаться. Мол, смотрите, я не такой, как все. Обратите на меня внимание. Но люди чаще выбрасывают нас. И таких надломленных цветков тысячи. Они лежат ненужными, забытыми. Хотя даже из таких цветов можно создать красивый букет. «Я хочу воспитать чемпионку», – сказал папа Веронике и сдержал свое слово. Сейчас Нике 20 лет. Она уже заслуженный мастер спорта по плаванию. Три года назад в Италии побила мировой рекорд и стала лучшим пловцом года. Недавно вернулась с Олимпиады в Австралию. Привезла три золотых и две серебряных медали. Девочка усердно занималась физкультурой. Было просто интересно. Потом, само собой, получилось так, что Ника вошла в большой спорт. Начала с российских соревнований и вскоре вышла на международный уровень. Легко находила контакт со своими сверстниками. Они же там общаются и с Германией, Италией, Францией. И какие-то новшества узнают. У них есть какие-то международные жесты, которые они все понимают. И общаются без всякого изучения языка. В российской команде всего девять пловцов. Все они профессиональные спортсмены. Однако, несмотря на это, сурдолимпийские игры обходят стороной как средства массовой информации, так и госчиновники. В течение года им должны выплатить вознаграждения. Они значительно отличаются в 10 раз ровно от вознаграждения слышащих людей. Я считаю, что это как-то непонятно для спортсменов, которые тренируются не меньше, чем слышащие. И славу приносят России в плавании, по крайней мере, гораздо больше, чем слышащие пловцы. Пару олимпийские освещали, олимпийские освещали, а про наших даже не сказали в репортажах о спорте. Хотя бы маленькую заметочку. У нас получается, что руководство страны глухо глухим спортсменом. Не спортсмены не слышат наши правительства, а правительство не хочет слышать и замечать наших спортсменов. У спортсменов-инвалидов много преград, но есть и подспорья.